У нас потрясающее такое время, мы говорим с вами о видении. О видении мы говорим о наших столпах, на чем мы строим нашу церковь. Я верю, что это является большой помощью для каждого из нас, на чем мы строим свою собственную жизнь. Аминь. И мы говорим, что мы преображаем мир, изменяя жизни людей. Для нас это важно, для нас это ценно. Мы хотим помочь отдельно взятому человеку, послужить ему, помочь, посодействовать. Второе, что, ну, первое, да, это общее видение. Первое, мы говорим, что мы поклоняемся нашему Богу. Почему? И каждое собрание уже на протяжении многих лет, я говорю, несмотря ни на что, ни на какие проблемы. Потому что мы поклоняемся Богу. Мы нуждаемся в Его присутствии. Мы нуждаемся в Нем. Аминь. В Нем, в Его личности. Писание говорит, что когда мы поклоняемся Ему, Он посреди словословия. Аминь. То есть люди могут навыдумывать все, что угодно. Кто-то может сказать, там, знаете, как на Руси есть такая поговорка, Бог не яшка, видит кому тяжко, там, или еще что-то. Нет, дорогие. Бог там, где Его чтут. Аминь. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто призывает имя Божье, Бог посреди этого, кто славит Его. Поэтому мы поклоняемся Ему посреди всех обстоятельств, независимо от ситуации, потому что мы нуждаемся в Нем, и в Нем есть выход из любой ситуации. Помните. Аминь. Второе, что мы говорим. Мы любим людей даже прежде изменения чьей-то жизни. Мы любим человека. Аминь. И верим, что человек способен быть измененным, потому что Иисус пришел, и Он отразил любовь Отца. Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отразил, и Он хочет, чтобы Его природа была в нас. Аминь. Чтобы мы любили. Мы говорим, что мы проповедуем истину, независимо от ситуации, в чем бы мы ни находились. Вы заметили, что от сезона, от нашего возрастного рубежа, наши желания, какие-то цели жизненные, они меняются. Заметили? Есть, что ли? Или вы подвох какой-то ожидаете? Ну, правда, дорогие мои. Мы видим, что до определенного периода есть одни цели, после другого другие. И правда, вы можете посмотреть, там, есть разные, там, есть, там, пирамида Маслова, там, да, или Маслоу, там, одни вот так считают, вот так. То есть, вот до одного сезона, там, человек, там, решает вопросы и боится, что, как ему завтрашний день пережить, как покушать, во что одеться, там, во что это. То есть, кто-то из исследователей, вообще жизнь делит на две части. То есть, первое, это боязнь и страх, что поесть и во что одеться. Второй сезон, страх перед смертью. И у каждого этот сезон наступает по-разному. Но я благодарен Богу, что истина остается на том же самом месте. Независимо от нашего возраста, независимо от сезонов, от обстоятельств, которые мы с вами проходим. И в истине, в Боге есть ответ для нас, для каждого сезона. Аминь. Аминь. Сегодня, да, если уж давать славу Господу, то давать. Как-то это, да. Слава Иисусу. Сегодня мы с вами поговорим, что мы движемся верой. Для нас очень важно помнить об этом, понимать. И даже то, что мы сейчас делаем, нам реально необходима вера. Даже вот сейчас, когда мы собираемся провести мероприятие в Маяковском. Нам нужна вера, на самом деле. Потому что человек, он привыкает костенеть. Он привыкает ко всему. Правда? Привыкает. И нам нужна вера. То есть сегодня я уже слышу, как некоторые люди говорят. О, это же переподключить микрофоны. Это же там все организовать. Дорогие, хочу напомнить. 70-80% церквей в нашей стране, каждые выходные подключают микрофоны. И вытаскивают аппаратуру. Каждые выходные. Мы вообще с вами в благодати. Но, да поможет нам Господь не закостенить и засухарить в этом. Но продолжать двигаться. Двигаться в вере. Мы говорим, что мы не останавливаемся на достигнутом. Мы постоянно растем и развиваемся, умножая то, что Бог доверил нам. Аминь. Постоянно. Мы служим людям в церкви. И для этого, для всего нужна вера. Нужно, необходимо движение веры и за ее пределами. Нам необходим рост. Нам необходимо развитие в Боге, чтобы мы не останавливались. Потому что в противном случае, все, ну тогда уже, как говорится, никто никуда не идет. Нам нужно, чтобы мы не ограничивали себя рамками того, что мы имеем. Нам необходимо постоянно движение веры. Я помню, когда я был маленьким, у меня один сезон был такой, я увлекся рыбками. И у меня был дома аквариум, родители были против, соответственно, этого содействия. И я помню, у меня там был аквариум, рыбки в этом аквариуме. Я ходил к одному мужчине, приходил к нему за рыбками, там советоваться, как кормить, что делать в аквариуме. У него было три аквариума по 500 литров. Просто представляете, три. То есть это другой размер, чем мой. И я однажды вдруг удивился, что у него прям вот такие Дания Реля. Кто-то, знаете, таких рыбок слышал? У меня вот такие, как гупешки, а у него вот такие. Я говорю, а как это так? Он говорит, потому что аквариум ограничивает рост рыбок. Я не хочу, чтобы мы с вами были ограничены своим собственным аквариумом. Но чтобы мы позволяли Богу использовать нас, взращивать нас, нам необходима вера. Я хочу сегодня допоможить Господь мне в рамках служения, просто выразить все то, о чем я хотел бы с вами поделиться. Потому что на самом деле вера, это то, о чем бы я готов был бы и мог бы говорить постоянно, делиться всегда этим. Поэтому пусть Дух Святой поможет нам и говорит сегодня в нашу жизнь, в наши сердца. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно. И скажете горе сей, поднимись отсюда, и она перейдет. Вера, она отражает движение. Она отражает изменения. Вера это не только плоды, вера это движение. То есть ты говоришь обстоятельствам, ты говоришь ситуациям, ты меняешь то, что есть в твоей жизни, ты меняешь те обстоятельства, не соглашаешься с ними, но меняешь те обстоятельства, которые находятся рядом с тобой. И интересно, Иисус говорит, и ничего не будет невозможного для вас. Я понимаю, что многие люди, они объясняют себе, что это не в моей ситуации. Они уже смотрят на эти выражения, как на какие-то мифические высказывания. Но я хочу вам сегодня сказать, что Слово Божье, оно живо и действенно. Иисус Христос не изменяется. Он тот же самый. Он сказал, что для того, того, чтобы нам с вами быть в движении веры, нам достаточно с вами иметь в веру с горчичное зерно, доверяя Ему, уповая на Него и двигать те обстоятельства, посреди которых мы с вами находимся. В Евангелии от Марка, 11 главе, 23 стихе, Иисус говорит, имейте веру Божью. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, скажет...» Это отдельная тема, очень большая. Тема, очень большой раздел, потому что говорение, это абсолютно... Ну, это разные вещи. Мы видим, апостол говорит, то, во что я верил, поэтому я и говорил. Понимаете, слова, сказанные с верой, они преображают обстоятельства. Они преображают ситуации. И он говорит, если кто скажет Горесии, поднимись, и мы опять с вами видим отражение движения веры. Поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Для нас очень важно с вами понимать это, что Бог дал нам веру. Он хочет, чтобы мы с вами были полны веры. Он хочет, чтобы мы с вами не были просто полны какого-то религиозного духа. Он хочет, чтобы мы были людьми веры до конца своих дней, высвобождая веру Божию в жизни людей. Посмотрите апостол Петр во втором послании Петра, первая глава, первый стих. Он говорит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами, скажите, с нами. Давайте еще раз, просто переосмыслите это. Скажите, принявшим вместе со мной. Принявшим вместе со мной. Смотрите, он дальше говорит. Равно драгоценную веру. Равно драгоценную веру. Не по твоим и моим заслугам. Аминь. Мы приняли веру. Нам очень важно в ней двигаться, в ней идти, для того, чтобы эта вера могла возрастать, чтобы она не закостенела, чтобы она на самом деле была использована, не просто лежала на полочке. Он говорит, принявшим с нами, мы приняли тот же самый дух веры. Аминь. Равно драгоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это Его желание. Это Его дар в нашу жизнь. Наделить нас с вами верой, чтобы мы строили свою жизнь, не исходя из каких-то своих пониманий, но чтобы мы строили свою жизнь и двигались в жизни, исходя из дарованной веры в нашу жизнь. Поэтому он и говорит, драгоценную веру. Послушайте, дорогие мои, нам нужна здравая, радикальная вера, которая не просто искушает Бога или манипулирует им. Знаете, есть реально такие манипулирующие молитвы. Вот если ты сделаешь вот так, я в тебя поверю. Если ты... На каком-то этапе жизни это может работать. На каком-то этапе младенчества это может работать. Но я вам хочу сказать, мы не имеем права жить так. Иисус, находясь в пустыне, находясь в искушении, и когда дьявол приходил с различного рода искушениями, сделай вот так, сделай вот так, скажи вот это, скажи вот это, Иисус знал, что он имеет силу и власть. Но он сказал, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай, не манипулируй Богом. Нам нужна здравая, радикальная вера. Вера, которая основывается не на том, что мы видим, не на каком-то умозрительном, но нам нужна вера, которая основывается на Слове Божьем. Потому что вера, она растет именно от слышания Слова Божьего в нашей жизни. Аминь. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Поэтому нам нужна здравая вера, которая растет, не просто какие-то умозрительные вещи там, вот мы видим вот эти обстоятельства. Мы все что-то видим. Мы все сталкиваемся с какими-то вызовами, мы все сталкиваемся с какими-то обстоятельствами. Но во втором послании Коринфянам, пятая глава, седьмой стих, апостол Павел говорит, мы ходим верою, а не видением. Вера, она дает тебе убежденность. Вера, она дает тебе уверенность. Вера, она дает тебе умиротворение, покой. Аминь. Что даже если ты не видишь решения каких-то ситуаций, или, как я сказал, да, что на каком-то этапе человек пытается решить одни вопросы, на другом другие. Но нам с вами не надо переживать, что поесть и во что одеться. Мы знаем, что наш Господь, Он позаботится о нас. Аминь. И тем самым вера приносит покой. Мы не живем от финансового кризиса или финансовых обстоятельств, которые в стране, или еще какие-то вещи. Потому что мы знаем, что наш Бог позаботится о нас в любом сезоне. Аминь. Мы не живем с вами в следующий этап жизни. Вдруг я понял, мне уже не надо там, я уже не переживаю, что мне покушать, во что одеться. Я уже встал, вот он. А как дальше? Боизнение или страх смерти? Нет, у нас нет этого. Почему? Потому что у нас есть покой. Мы просто переходим из одного сезона в другой. Да или нет? Слава Богу. То есть мы просто, мы доверяем Ему, мы следуем за Ним. И для нас это важно. Послушайте, вера, она приносит мир, приносит покой в нашу жизнь. Вера, она не может основываться только на прошлом. Это хорошо. Но вера, она должна быть сегодня. Аминь. Посмотрите, Аввакум еще в Ветхом Завете. Он говорит, 2 глава, 4 стих. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Аминь. Праведный живет своей верой. То есть вера это то, что помогает проходить мне те сложности и те вызовы, с чем я сталкиваюсь. Послушайте, дорогие мои, я не просто проповедую сегодня о какой-то метафизической вере. Потому что сегодня так много мир говорит о вере, о том, что ты притягиваешь то, что ты хочешь, то, о чем ты мыслишь, то, что ты говоришь. То есть, когда ты говоришь во вселенную, она тебе отвечает, она обязательно тебе принесет то, во что ты ведешь. Я не говорю сегодня об этом проявлении веры. Я говорю о вере в личность, о отношениях с личностью. Аминь. Это абсолютно разные вещи, дорогие мои. Услышьте меня, это очень важно. Потому что посмотрите в послании к римлянам 1 главе 17 стих апостол Павел говорит в нем открывается правда Божия от веры в веру. В нем во Христе во Христе открывается правда Божия от веры в веру. И дальше он продолжает как написано «Праведный верою жив будет». То есть для нас очень важно с вами понимать да, несмотря на то, что даже в некоторых переводах используется это, что вера это как невидимая рука, которая берет из невидимого и приносит это в видимый мир. Да, и аминь. Я согласен с этим. Но, дорогие мои, наша с вами вера заключается не только в получении чего-либо. Наша с вами вера заключается в наших отношениях с Творцом. В наших отношениях со Христом. Евреям 11 глава 6 стих. И мы читаем с вами «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал давайте еще раз веровал что Он есть и ищущим Его Он воздает. Аминь. Сто процентов вера вера работает для того, чтобы мы могли получать от Бога то, в чем мы нуждаемся. Чтобы мы могли получать свое исцеление, чтобы мы могли получать мир в свою семью, в разрушенные отношения. Сто процентов. Но если мы ищем только этого, наша вера, она тогда мирская. Почему? Потому что наша вера заключается в поиске Его сердца. Вот почему сегодня так много христиан разочаровываются. Потому что они для них вера это не поиск Бога. Для них вера это получение своего ответа. И когда что-то идет не по их представлениям, они разочаровываются. Они могут уходить из церкви, они могут оставлять общение, более того, они могут оставлять отношения со Христом. Почему? Потому что их вера это просто получить то, в чем они нуждаются. Но Писание говорит, без веры угодить Богу невозможно. Без какой веры? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. То есть чудеса и плоды веры, они всегда будут очевидными в твоей жизни, когда ты продолжаешь искать Его. Как-то тихо, да? Давайте я еще раз. Чудеса и плоды веры, они всегда будут очевидными. Ты всегда будешь свидетельствовать в твоей жизни о Нем. Они всегда будут очевидными, когда ты ищешь Его. Потому что нам необходима вера в каждодневной нашей жизни. Нам необходимо движение веры, следование за Христом. Даже мы приходим на собрания, ищем Бога в собрании, мы не оставляем собрания, мы не оставляем домашние группы, мы ищем Бога в нашей тайной комнате. Для этого нужна вера. Настоящая вера, живая вера. Почему? Потому что во всем этом мы ищем Его, и тем самым мы будем заражать людей, которые находятся рядом с нами. Я понимаю, что для некоторых это как бы другой немножечко угол, но давайте мы с вами посмотрим, это все нормально, все хорошо. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 8 глава, 23 стих, я верю, что Дух Святой, он сейчас кирпичик за кирпичиком выкладывает определенное основание, определенные вещи в нашей жизни. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. Интересно, Иисус говорит, что вы так боязливы, маловерные? Что вы так боязливы, маловерные? Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Я помню, у меня всегда был вопрос, Боже, я хочу иметь больше веры в своей жизни. Я хочу иметь больше веры. И когда я увидел эту истину, что оказывается на самом деле веры в твоей жизни, ее достаточно сгорчичное зерно. Когда Иисус говорит, маловерные, это тебе не хватило длины веры, протяженности. В русском это очень хорошо отражается. Почему? Вера и доверие Богу, они всегда идут рука об руку. Аминь. Он говорит, боязливы. То есть, что означает это, что, ребят, вы сейчас ходите видением, вы ходите умозрительным, вы видите определенные обстоятельства и ваша вера, она ограничивается вот лишь на этом. Аминь. Вот почему так много людей харизматически настроенных, они могут быть разочарованы. Почему? Потому что для них ответ это здесь и сейчас. Сейчас должно быть исцеление, сейчас должен быть ответ, сейчас должно произойти изменение. Но вы заметили, что в жизни не всегда так происходит? На самом деле один человек однажды сказал, вы можете прописать Богу 200 путей, как Он вам ответит, и Он обязательно ответит вам по-другому. Есть разные ситуации, есть разные обстоятельства. Ну, например, у нас вот не так давно был пост в церкви, мы каждую выходные собирали, каждый вечер собирались, молились вместе на протяжении этого поста и в один из дней я молился и я говорил, что Бог сейчас исцеляет, исцеляет всякую немощь, я чувствую, как Он прикасается и исцеляет зрение, Он исцеляет слух, Он исцеляет разные немощи и болезни. Я молился об этом и вот несколько дней назад одна сестра она приехала сюда к своим детям для того, чтобы делать операцию. У нее сетчатка глаза отходит, ей нужно было делать операцию, чтобы не потерять зрение. И она говорит, во время этой молитвы, когда пастор говорил эти слова, я прям почувствовала, что что-то в моем глазу произошло. И говорит, потом я пришла как положено на операцию, на обследование, чтобы делать операцию, а мне врачи говорят, а вам не надо делать операцию, у вас все нормально, у вас нет никакого отслоения сетчатки. И конечно же нам охота, чтобы это произошло здесь и сейчас, вот прямо сейчас. Ну дорогие мои, ну давайте будем честными. сколько раз я в своей жизни получал исцеление не так, как я хотел, не в данный момент, сколько раз исцеления происходили даже тогда, когда я их не ожидал, в процессе. Аминь. То есть я просто продолжал доверять ему, продолжал верить. Какие-то обстоятельства, какие-то ситуации менялись тогда, когда я вообще этого не ожидал, я просто верил, доверял ему, что Бог произведет эту славу, Бог сделает это. У меня до сегодняшнего дня есть вещи, за которые я продолжаю верить, маловерные, это длина веры, очень часто нам не хватает длины веры, этой протяженности, просто доверия. И причина этому является то, что мы ищем не его, а мы ищем ответа. Мы ищем решение своего вопроса. Но послушайте, у Бога есть гораздо больше, чем решение твоего вопроса. У Бога есть все абсолютно для твоей жизни. Все, в чем ты нуждаешься. Аминь. Поэтому для нас это очень важная часть, важная составляющая нашей с вами жизни. Посмотрите, прочитайте, давайте вместе посмотрим Евангелие от Матфея, 14 глава, с 26 стиха. Хочу сразу же пометить, что это происходит именно после грандиозного чуда. То есть ученики находятся посреди одного из величайших умножений Иисус пятью хлебами и двумя рыбками кормит пять тысяч мужчин. Представляете, не считая детей и женщин. Это происходит именно после этого. И ученики уплывают на лодке, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя, скажите вместе со мной, видя, мы все что-то видим. Мы все что-то видим. Что-то видим. Но видя сильный ветер, испугался. Вот за умозрительными вещами всегда следуют последствия. Всегда. Испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Иисус тот час простер руку, поддержал и говорит ему, маловерный. Опять, тебе не хватило длины. Ты, твое зрение уперлось в эти обстоятельства. Уперлось. Ты ограничил свой взгляд вот этими обстоятельствами. Кто-то из вас, вы слышали, что врачи, исследователи зрения человека, они говорят, что основная причина, почему у людей падает зрение, из-за того, что их взгляд всегда ограничен чем-то. То есть у нас нет с вами возможности, так много возможности смотреть вдаль. Слышали это? И человеку рекомендуют, чтобы он мог смотреть вдаль, смотреть куда-то, где его взгляд не упирается во что-то. Потому что мы с вами посмотрели стеночка, в окно выглянули следующий дом. То есть мы постоянно что-то смотрим. И интересно, я вдруг увидел, что это же как параллели, то же самое для нас с вами, что когда мы смотрим и упираемся только в какие-то обстоятельства, нам надо через обстоятельства продолжать смотреть на начальника и совершителя нашей веры. Потому что не решение сейчас является ответом и все для меня. Для меня является ответом сам Спаситель Христос. Аминь. Поэтому он говорит, ну, он увидел, мы всегда что-то видим и иногда у нас возникает вопрос, ну, а как я могу, как в моей жизни это произойдет? Как? Как я вылезу из долгов? Все, у меня такие долги, как я могу? Как я могу получить свое исцеление? Как я могу? Послушайте, это всегда были эти вопросы. Мария задавала вопрос, она говорила, как я могу иметь сына, когда я мужа не знаю? У нас всегда есть эти вопросы. Тебе не за это надо переживать. Сила Всевышнего сойдет на тебя. Аминь. Как? Боже, как ты меня побуждаешь начать бизнес, начать заниматься предприниманием? Я не бизнесмен, у меня в родове никогда не было бизнесменов. Как это произойдет? Когда ты доверяешь Ему. Аминь. Когда ты уповаешь, Он будет снаряжать тебя, Он будет отвечать тебе. Как? Может быть в твоей семье уже давным-давно даже твои близкие поставили крест, что никакого шанса нет на вашу семью, на ваши отношения, на ваши изменения. Как это может произойти? Как может прийти мир? как могут восстановиться отношения, когда мы продолжаем доверять Ему, когда мы продолжаем двигаться в вере, движение веры, долгосрочная вера. Нам нужна вера, которая кричит, которая заявляет о себе, не только плоды веры. Я хочу ободрить вас, дорогие мои, люди, чтущие Бога, люди, движущиеся в вере, они всегда будут иметь чудеса. Всегда будут иметь свидетельство в своей жизни. Да потому что Он Бог чудес, невозможно по-другому. Он Бог чудес, невозможно по-другому. Ты всегда будешь свидетельствовать о чудесах. Конечно же, если ты хочешь объяснить себе, что для тебя это невозможно, ну, как говорится, можно и объяснить себе, но я бы хотел вдохновить вас, чтобы мы были людьми, которые строят свою жизнь на отношениях с Богом, доверяя Ему. Аминь. Доверяя Ему. Посмотрите, Даниила, третья глава, я хочу прочитать вам одну историю. Правда, мы все очень часто читаем Библию, читаем Писание, и мы даже не задумываемся, в каких обстоятельствах были люди, через что им приходилось проходить. Один день, когда я просто осознал, вот мы читаем с вами Даниил, Седрах, Месах, Авдинага, мы читаем с вами об этих победах в их жизни, об этом героизме, но мы с вами даже не понимаем, через что им нужно было пройти. Представьте, они были, их вообще вся нация была захвачена, они были лишены родителей, что дети проходили, что они видели, мы же с вами порой даже не думаем об этом, то есть они были забраты рабами в царский дом, помните? И они приняли решение, что несмотря на все, что происходит и происходило в их жизни, они все равно будут доверять Богу. Аминь. Писание говорит, что вот эти вот юноши, юноши, дорогие мои, просто подумайте, кто такие юноши? Согласно библейского понимания, согласно исторического момента, это были дети в нашем с вами понимании, их возраст был от 12 до 15 лет, в лучшем случае, со всеми натяжками, до 17, это были молодые люди, которые приняли это решение, когда царь сказал, что все должны поклоняться мне или моему золотому изваянию, все должны поклоняться, и они сказали, что мы не будем этого делать, и был издан указ, закон, что все, кто не будут поклоняться, они будут сожжены в печи, в огненной печи, вот послушайте, дорогие мои, поразмышляйте об этом, вот эта вера через обстоятельства, и они ему заявляют, эти юноши, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит, то есть они заявляют ему, они говорят, для нашего Бога нет ничего невозможного, мы точно знаем, конечно, нам сегодня легче верить, что мы купили здание, что мы можем купить, да почему, да потому, что мы уже в здании, мы уже за него давным-давно рассчитались, мы его отремонтировали, и я уверен, что нам с вами, особенно тем людям, которые проходили этот сезон, которые участвовали в этом, вам легче верить, что Бог способен поучаствовать в этом, Бог способен дать это, да, но те люди, которые не проходили, им сложнее, и всегда возникает вопрос, а как мы сможем купить следующее здание, я не хочу быть ограниченным аквариумом, я хочу, чтобы мы были людьми веры, аминь, доверяя Богу, и вот они говорили, мы знаем, Бог способен ответить, Бог способен исцелить всякую болезнь, всякую немощь, мы вообще ни капли не сомневаемся в Боге, дорогие мои, я хочу попросить вас, внесите в свой словарный запас еще 18 стих, не только 17 стих, но пополните свое мировоззрение еще следующим стихом, не только одним, не ограничивайте на сейчас по-вашему, только вот так, как вы понимаете, но дальше они говорят, если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы Богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся, мы все равно будем продолжать доверять ему, аминь, мы все равно, что бы ни происходило, мы все равно будем продолжать ему, знаете, кто может такое говорить, знаете, тот, кто ищет небесного, небесного, тот, кто ищет земного, постоянно будет обо что-то притыкаться, это не так, это не по-моему, это не произошло, это не вот тогда, когда я хотел, а это еще, или еще что-то, то есть человек, который ограничен какими-то умозрительными вещами, евреям 11 глава, 13-14 стих, Писание говорит, мы читаем с вами, все сии умерли в вере, скажите вместе со мной, в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, представляете, что они ищут Отечество, они ищут истинной Родины, они ищут Небесного, дорогие мои, вот только тогда ты способен пройти эти вещи, не только тогда, когда Писание говорит об Отечестве, оно говорит о Небесной прописке, не просто об ответе там, хочу больше дом, хочу, послушайте, дорогие мои, Бог благословит по пути веры, я в этом даже ни капли не сомневаюсь, Бог благословит, Бог больше благословит, чем мы себе можем даже представить, аминь, гораздо больше, но именно по пути веры, почему, они искали Небесного Отечества, они искали чего-то другого в этой жизни, не просто восполнение своих нужд, вчера Ксения проповедовала на субботнем собрании, она говорит, это хорошо, когда мы можем верить не только за новую сумочку, или за бесплатный маникюр, хорошее сравнение, но это правда, дорогие мои, когда мы можем верить не только за какие-то свои ответы, но когда мы можем верить за Небесное. Я не только хочу наслаждаться историями в Библии, историями в истории, что происходило через людей веры. Я хочу видеть, что Бог будет делать через нас с вами. Я вижу, что Господь уже сегодня продолжает писать историю веры через нас с вами, через нашу церковь. Мы с Наташей когда-то нам довелось, мы были на Фиджи, край земли. Говорят, что это первая точка в мире, которая видит восход солнца. Здесь край земли это нация, которая увидели преображение с язычества в христианство в одном поколении. в одном поколении. Знаете, как несколько молодых людей заключили завет между собой, что они не женятся, пока они не занесут Евангелие в каждый дом. Да, вот так. Очень радикальная вера. очень радикальный поступок. И я помню, мы ехали в машине с одним братом и разговаривали, мы говорим, сколько тебе было лет, когда вы заключали этот завет? Он говорит, мне 18. Вау! Вау! Ну, а ты думал, во сколько примерно женишься? Ну, думал, года в 32-33. А во сколько женился? В 42. А сколько было твоей жене? 38. Она присоединилась к этому завету, позже пришла в церковь. Она позже присоединилась к этому завету. Вау! А сколько вам сейчас? Ему было тогда 50. У них было уже шестеро детей. И мы приехали к нему в город. Это городом не назовешь, потому что это как будто бы маленький поселочек, там меньше 20 тысяч проживающих. И он был пастором церкви больше трех тысяч человек. И это не одна церковь в этом городе. Как-то жидко вы хлопаете, жидко простите меня. Да, мне кажется, то есть я понимаю, что нас вдохновляют чьи-то примеры, но я уверен, что Бог хочет через нас с вами творить историю. Через нас. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 26 стиха. Иисус сказал в ответ, истинно, истинно говорю вам, вы ищите меня, не потому, что видели чудеса, потому, что ели хлеб и насытились. Другими словами, восполнили свою нужду. Старайтесь не опищетленной, пребывающей, но опищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. И так сказываю вам, и так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И это и есть движение веры, и на этом пути, на этом движении, я уверяю вас, мы будем получать свои чудеса, мы будем получать свои ответы, потому что мы спасаемся верой, мы живем верой, мы призваны дышать верой. Вера это не еще одно из возможных ответов в нашей жизни. Вера это единственное, что должно у нас быть. Аминь. праведный верою жив будет. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Дорогие мои, потому что когда мы с вами верим, я уверяю вас еще раз, мы всегда будем принимать свои ответы и свои чудеса по пути. Всегда. Но это будет благословением не только для нас. это будет благословением для тех людей, которые находятся рядом с нами. Посмотрите, я уже буду приземляться, время у нас убегает. Евангелие от Луки, 13 глава, 18 стих. Иисус говорит, чему подоблю Царствие Божье? Да, чему подобно Царствие Божье? И чему уподоблю Его? И Он опять говорит о горчичном зерне, о горчичном семене. Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрываются в ветвях Его. То есть вера должна быть настолько укорененная внутри нас, что она становится деревом, которое способно поддерживать нас в тех вызовах и обстоятельствах, которые мы проходим. Но интересно, что эта вера внутри нас, она способна будет даже людям, проходящим мимо нашей жизни. Даже птицам небесным она будет помогать им, она будет заражать их. Настоящая вера. Она всегда будет благословением, она всегда будет передаваться, она всегда будет кого-то заражать. Переживали вы когда-то такие моменты, когда у тебя у самого нет ответа еще, но ты молишься за кого-то и он принимает свой ответ. Бывало у вас? Это и есть Царство Божье. Я укоренился в этом еще в начале моего христианского пути. Я помню буквально в начале моего хождения с Богом я ехал в церкви на автобусе, уже было часов десять вечера, и у меня раскалывалась голова. Иногда, знаете, бывает так, что она настолько пульсирует у тебя, что у тебя аж в висках отдает. Я думаю, могли переживать это. Было поздно уже, в автобусе было не так много людей. И я начал разговаривать с одной женщиной, рассказывать ей о Христе, Евангелии. Я помню, как она мне сказала интересную вещь. Она говорит, я вот хочу вас слушать, но у меня такая головная боль, что я аж не воспринимаю то, что вы говорите. Конечно, я мог сказать, слушайте, надо же, у меня тоже так голова болит. Я помню, сказал ей, а давайте я за вас помолюсь. Она говорит, давайте. Я помолился прямо за нее в автобусе, и она сидит такая удивленная, смотрит на меня, говорит, надо же, отпустила. Я ей рассказывал о Христе, продолжал делиться с ней своей верой, подошла моя остановка, она ехала до черемушек, мне надо было выходить в майно посередине этого, и я помню, вышел и вдруг осознал, а меня-то тоже отпустило, у меня тоже голову отпустило. То есть, понимаете, это царство Божье, это то, как работает царство Божье. когда ты делишься, когда ты заражаешь кого-то своей верой, это обязательно будет приходить и в твою жизнь. Помните одну историю, когда Павел и Сила попали в тюрьму, были избиты, попали в тюрьму, вот иногда, знаете, верующие люди говорят, ну как, он же верующий, он же служитель, и попал в аварию. Да послушайте, друзья, иногда с хорошими людьми случаются нехорошие ситуации. Иногда бывает, это вообще потрясающие люди, апостолы, мужи Божьи проповедовали, их поймали, избили, в темницу посадили. Бывает такое, но они там начинают прославлять Бога, помните? Прославлять Бога, и темницы, стены, они начали шататься, двери открылись, начальник темницы испугался, хотел убить себя. Деяние 16, глава 28 стих, но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь, он потребовал огня, бежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Сили, и выведя их вон, сказал, Государь мои, что мне делать, чтобы спастись? Интересно, они ему говорят, веруи веруи в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Спасешься ты и весь дом твой. То есть, посмотрите, вот как работает вера. Вера, настоящая вера, которая не останавливается на умозрительном, она заражает начальника темницы, но они говорят начальнику темницы, веруи ты, спасешься не только ты, но и спасется дом твой. Аминь. Почему? Потому что настоящая вера, она транслируется, настоящая вера, она заражает. Аминь. Она заражает кого-то. для нас очень важно, чтобы мы были людьми, которые двигаются в вере, которые не останавливаются, не черствеют на достигнутом, но которые продолжают доверять Богу, через что бы они ни проходили. Я помню, однажды был в одном обществе, и там были пасторы, хорошие, уважаемые люди. Многие, некоторые из них, они были довольно-таки уже в возрасте, пожилые, и я помню, как они, у некоторых из них были свои здания, кто-то купил, кто-то построил. Я помню, когда речь зашла о зданиях. Я помню, как один за другим они начали говорить, чтобы я хотя бы еще раз проходил этот путь. Никогда. Покупки и приобретения здания. Я с большим уважением отношусь к этим людям, но я стоял тогда в этом обществе, и внутри себя говорил, Господи, пусть только на меня это не сойдет. Я хочу всегда продолжать верить Тебе. Как бы тяжко не выглядело, как бы тяжело что-то не давалось, я хочу быть человеком, доверяющим через всю жизнь. Дорогие мои, Бог хочет использовать нас, Бог поднял нас для этого времени, не только, чтобы мы получили и приняли ответы в свою собственную жизнь. Бог хочет через нас принести изменения в этот город, в эту страну. Спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Помни об этом, стой на этом, доверяй Богу, и пусть твоя вера не будет ограничена только ели и насытились. Только твоими вот этими сейчас ответами, пусть твоя вера, она уходит далеко в начальника и совершителя веры. Аминь. Господи, я молюсь за каждого драгоценного человека. Я молюсь, Боже, чтобы мы были людьми, которые двигаются в вере, которые идут в вере, доверяя Тебе, не останавливаются на достигнутом. С чем бы мы ни сталкивались, что бы мы ни проходили, может быть, есть также у нас множество вопросов, на которые мы не знаем ответов. Мы не знаем, как это может прийти, как это может решиться в нашей жизни, как когда-то Мария. Но мы доверяем Тебе, мы уповаем на Тебя, зная, что Ты Бог, творящий чудеса. Мы доверяем Тебе, Христу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Я молюсь, Боже, за каждого драгоценного человека, чтобы мы были людьми, полными веры и дерзновения, уповая на Тебя, смотря через обстоятельства, в которых мы находимся. Доверяя Тебе, что когда мы веруем в Тебя, спасемся не только мы. Твое спасение не только произойдет в нашей жизни, но оно произойдет в жизни наших семей, в жизни нашей родовы, в жизни нашего города. И мы будем видеть Твое спасение и Твое преображение во имя Иисуса Христа, прославляя Тебя, Царя Царей и Господа Господствующих. Люблю вас, дорогие, благословений вам с миром Божьим! Субтитры создавал DimaTorzok Божьим!